Привет! Если вы подписаны на меня довольно давно, то прекрасно знаете, что у меня есть аквариум. Как ни странно, воду я в нём меняю. Но отнюдь не раз в неделю, а как придётся. И это занятие довольно сильно утомляет меня. Ну знаешь, выли оттуда, зачерпни, потом всё это вытри. Сплошной мрак. И что с этим делать, и как облегчить себе жизнь, я знал ещё 5 лет назад. Но одно дело знать, а другое дело что-то делать. И сегодня пришла пора, если не полностью решить эту проблему, то хотя бы идти к ней. Ну или ползти, или смотреть в её сторону, я не знаю. Тщательно измерив всё доступное пространство, я составил продуманную схему устройства, которая, конечно, гарантировала мне успешность всего предприятия. И как вы поняли по этому детальному плану, это место для выращивания растений. Оно изначально не рассчитывалось как гидропоника. Напротив, я хочу начать, так сказать, с низов, с земли, то есть с выращивания в открытом грунте, и начать потихонечку перебираться в сторону автоматизации, найти все потенциальные проблемы, и в целом построить штуку, на которой можно будет тестироваться и наслаждаться результатом. Даже если этот результат будет отрицательным. Закупила, значит, всяких труб, на вроде тех, по которым в ваших квартирах течёт холодная вода, и ламп, вроде даже как нужного спектра. Да, именно таких вот всратых закосом под обычные лампы накаливания. Вышло не то чтобы очень дорого, но так оказалось только на первый взгляд. В своё оправдание скажу, что конструкцию, которую вы увидите в конце, не должна была быть такой уродливой. Просто в магазине, где я это всё закупал, к сожалению, побывала разъярённая маленькая Грета Тумберг, и люминесцентных ламп под мой размер я просто не нашёл. Посему придётся начинать тесты вот с этого вот светодиодного гейства для выращивания растений. Итого, изначальные траты всего лишь полторы тысячи рублей. Всякую мелочёвку вроде патронов и проводов я в расчёт не беру, ведь эти вещи, при наличии должной смелости, можно добыть в дикой природе. Что же я делал с этим дерьмом? Я порезал и склеил трубу. Благо, ножницы и паялка для труб у меня были куплены несколько лет назад для ремонта. Затем я спустился в тёмную закрытую кладовку, где под лёгкие галлюцинации провёл покраску. Красил, чем под руку попадётся, а это оказался чёрный грунт, красный акрил и акриловый лак. Слой получился не очень крепким, и краска легко сдирается ногтем. Ну, чего уж, хотя бы в комнате перед глазами это не будет выглядеть как скульптура запойного сантехника. Потом самое скучное – электрика. Насверлил дырок, наколхозил на самых простых клеммах огрызки проводов, которые нашёл в доме. Работает всё это на выключателе. Да и пока ладно, для первого раза сойдёт. Но этот свет такой омерзительный, что подойдёт для фильмов ужасов про восставшие растения-убийцы запрещённых законом сортов. А дальше началась гидромеханика. В общем, решил я твёрдо, раз уж я упрощаю свою жизнь, то упрощать надо с умом. И поэтому я достал изделие, за которое меня сделали бы главным диджеем на любой колхозной дискотеке. Прототип моей первой гидропоники. И знаете, это офигительное чувство, когда перед твоими глазами три года валяется какой-то хлам, и вот, наконец-то, ему находится место. Первым конструктивным решением, или провалом, было использовать вот эту помпу. И, естественно, шланг, который у меня был, к ней я никак не хотел подходить. Решение было найдено быстро. Колхоз, и только колхоз. Измерил, накидал его профиль, повертел, получил форму переходника. Распечатал на принтере, и пришлось доработать напильником. Буквально. Помп вроде как и качает, а вроде как и не качает, а вроде и хрен его знает, непонятно. Но пути назад уже не было. Вдохновленный триумфом, нарисовал все нужные мне переходники, уголки и тройники. И знаете, уже на этом моменте я официально присоединяюсь к той шайке задротов, которые мечтают о настоящей, существующей машине времени. Но нет, не для того, чтобы убить Гитлера или рассказать Марии Кюри, чтобы она держала подальше свои шаловливые ручонки от урановой руды, а чтобы дать такого смачного хлесткого леща самому себе из прошлого. Но, к сожалению, машины времени у меня нет. И леща я ни от кого не отгреб. Я начал соединять всю систему так, как и было в моем плане, который был в моей голове. Я вооружился термоусадкой, трубочками, изолентой, уголками. Начал все это собирать. Конструкция получилась так себе, мягко говоря. Но где-то в моем сознании она выглядела функционально. А большего не надо, у нас же колхоз. Первый эксперимент показал, что напечатанные уголки, резиновые трубки и термоусадка совершенно не дают никакой герметичности. Вообще. Совсем. А еще он мне намекнул, что пора менять воду в аквариуме. Оставив после опыта все это в кастрюле, я не вытащил помпу из аквариума. И ушел. И вернулся. Через часок. Когда половина аквариума была уже на полу. Для вас, разумеется, понятно и смешно, почему это произошло. И я понимаю ваше желание написать в комментах, какой я кривожопый дурак. Ни в чем себе не отказывайте. И да, я полностью с вами соглашусь. Я тупой. Потому что это действие было ярчайшим проявлением моей тупости. Ведь очень тупо и стыдно должно быть каждому, кто не верит и не представляет, как работают сообщающиеся сосуды. Ах, хороши проказницы. Жаль, растут из задницы. Ладно, подумал я. Давайте будем решать проблемы по очереди. И начнем мы, конечно же, с механики сообщающихся сосудов. Нарисовав уже третью чпоньку для 3D-печати, я изготовил резервуар. Это немного в сторону уходит от моего изначального плана. Я хотел уже тут отказаться от помпы, установить вот это ведрышко наверх, заливать у него воду из кувшинчика. Да, человечество придумало насосы, помпы, шланги. А растения мы все равно будем поливать из кувшинчика руками. Все правильно. Я не хочу оскорбить обладателей лишней хромосомы, но вот здесь, вот на том этапе, она у меня явно вошла в фазу активного роста. Затем я начал решать проблему с герметичностью и уплотнением вот этой вот прекрасной системы. Изоленты оказалось недостаточно. Кто бы мог подумать? Я залил все герметиком. Начал тестировать. И прямо во время тестирования понял, что герметик-то еще не просох. А чё, чё, чё бы и нет, самое время. А вот сейчас случится то, за что бы я настоящий дал бы себе из прошлого не просто хлесткого леща, а прям с разбегу по яйцам, да так, прям раз семнадцать. Вывесил я, значит, всю эту скульптуру имени Хризиата Чебупели на каркас. А начал лить водичку. Под каждую трубочку я подставил стаканчик. И понял, что обосрался. Но не так, не маленьким черкашиком, а обосрался с такой силой, что это если бы кто-нибудь увидел в суде по защите прав человека, на мою задницу наложили бы запрет на приближение к любым видам штанов менее чем на километр. Еще раз, вам это не грозит. Вы прекрасно знаете эти законы. И для того, чтобы не смыть, а хотя бы пошкрябить свой позор, я поясню. Почему? Если вы берете трубку и в нее заливаете воду без насосов, без давления, а потом подключаете еще больше трубок, то вода, которая вот сюда затекает, она все три трубки не заполнит. Понимаете? Понимаете? Пацаны, друзья, ребята, кто учится, кто только собирается, как пострадавший от своей тупости и беспечности, я вас умоляю. Учите физику вместо баб. Ни один, даже самый сладкий во всем мире варенник и ни одна и даже ни две самые лучшие и красивые сиськи, недостойные и гребаные песчинки знаний о том, по каким законам работает окружающий нас мир. Ну так вот, получив хорошенько по своим метафизическим яйцам, я опустил руки и за 4, мать его, тысячи рублей заказал всякого барахла, которое улучшило мою жизнь и улучшило весь проект в целом. И сделал его таким, какой вы его могли видеть на превью. В остатке водопроводных труб я впаял вот эти вот латунные переходнички, я так и не знаю, как они называются. Спаял конструкцию, которая выглядит уже не так колхозно и как-то хомутиками прижопил ее на каркас. Немножко, чуть-чуть я перепаял проводку и в этом мне отлично помог газовый паяльник от компании Дремель. Никаких проводов, быстрый нагрев и хороший припой в комплекте. О чем еще можно мечтать-то? Самый первый тест показал, что помпы недостаточно. Хорошо протекает только 4 трубки из 8, и это уже намного лучше, чем было. И никаких протечек, а самое главное, не надо тратить тонны герметика. Естественно, проблема сообщающих сосудов никуда не делась. Если ее включить и уйти, то вода из аквариума поменяется самой собой на воздух. Для фиксации, так сказать, какого-никакого результата, я принял волевое решение. Замкнуть 4 канала на самих себя. В будущем, может быть, я куплю помпу помощнее, а может быть, разрулю этот вопрос электроникой. В таком виде, в общем, эта колдобина и заняла свое законное место около аквариума. И да, чтобы свет от нарколамп не заставил мой аквариум зеленеть быстрее работников пятерочки, увидевшего человека без маски, я заклеил стекло прекрасным, ровным, черным, винилом. Итого, что у нас с вами есть на текущий момент? 4 канала полива. Проблема сообщающих сосудов. Выключатель света. Розетка для включения помпы. Тонна унижений от гидромеханики и удовлетворения созидательным процессам. В принципе, ею можно пользоваться, если после полива вот это вот движение не будет меня сильно обламывать. Я уже заказал механические вентили на все 8 шлангов, с нетерпением их жду, и вам их обязательно покажу. Думаю, что можно заказать помпу помощнее, а может быть, все дело обойдется выключалками электрическими. Ну, это все-все-все вот сначала надо сделать, чтобы оно так работало, а потом оно вытесчет, сделать по-другому, все сломать, построить заново. Все мы прекрасно знаем, как работает созидание. Сейчас я просто дождусь вентилей и высажу растения. Посмотрю, как все это работает и работает ли вообще. Дело в том, что несколько лет назад у меня на подоконнике, на открытом солнце, прекрасно росли растения, которые я поливал аквариумной водой. Но будет ли что-то, какой-то толк вот от этих вот гей-ламп, посмотрим обязательно. Посмотрим, и вы об этом тоже узнаете. Возникнут к ним у нас претензии? Не возникнут. Перейдем мы на что-то покруче, или наоборот, они будут чем-то мощными. Вы узнаете в следующих видео, когда приедут гребаные эти чпоколки, не знаю, как они тоже называются. Все? Больше мне сказать нечего. Спасибо тебе за просмотр. Я желаю каждому из вас и тебе лично законченных проектов крепкого ума, крепкого стояка. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok